Исклеймер. Все сказанное на ютуб канале Гиперборей является личным мнением автора и ведущего Вадима Борейко, а также личным мнением приглашенных спикеров. Мы с вами говорим о продаже активов в Россию. Не есть ли это признаки неоколониализма со стороны России по отношению к Казахстану? Вот так ставить вопрос, есть основания. И сегодня, уже 30 лет, когда мы являемся независимыми, самим заходить обратно в статус колонии, я считаю, что недопустимо. Общий привет! До стар! С вами я, Вадим Борейко и канал Гиперборей. Сегодня будем говорить о возврате капиталов и активов государству. Тем более, что информационных поводов в последние недели скопилось более чем достаточно. Это и намерение руководства страны попрощаться с Лакшми Митталом, владельцем Кормета, а также продать кабинет, возможно, российской компании «Северсталь». Это и дело Кайрата Буранбаева, у которого начался новый суд. И некоторые СМИ писали о том, что Буранбаев в рамках соглашения со следствием якобы пообещал вернуть государству 600 миллиардов тенге. А также другие информационные поводы. Сегодня наш гость, хорошо вам знакомый, у Розалы Вержанов, юрист и финансист, соучредитель и директор фонда возврата активов Илье Кайтару. Сейчас начнем, а пока должен перед вами извиниться, что я без предупреждения пропал на неделю. Было две причины, обе уважительные, я думаю. Во-первых, я дал себе и команде недельку отдыха, чтобы встретить новый политический сезон со свежей головой. А во-вторых, в эти дни канал «Гиперболей» отмечает свое четырехлетие. 22 августа у нас появился первый контент. Это был промо-ролик, а уже 29 августа вышло первое интервью с Досомом Садпаевым. Поэтому подписывайтесь на канал «Гиперболей» по случаю такого праздника, если еще не успели этого сделать. Нажимайте на колокольчик праздничный, будете регулярно получать уведомления о каждом нашем новом выпуске. Ставьте праздничные лайки, пишите праздничные комменты, делитесь ссылками на это видео в своих социальных сетях, чатах, мессенджерах и пабликах. И я всегда признателен вам за вашу помощь и моральную, и финансовую. Коп-коп, Рахмет, огромное всем спасибо. Безбергемез, мы делаем гиперболей вместе. Начинаем. Здравствуйте, Владимир Сантаевич. Доброе время суток, Владимир Николаевич, вам, вашим зрителям. Поздравляю вас с очередной годовщиной вашего канала. Желаю не терять остроты и миллионного подписчика. Спасибо. Но это еще не скоро будет. Начнем с Арселор Миталтимиртау. 17 августа там произошла очередная трагедия. На шахте казахстанская случился пожар, погибло пятеро горняков. И президент сказал о последствиях для последующего пребывания инвесторов на казахстанском рынке. А премьер Смаилов, который был на месте, заговорил о смене собственника. Владимир Сантаевич, что вы подумали про эти угрозы до того, как узнали о планах возможной продажи кормета в Северстале? Ведь в прошлом году после трагедии на шахте имени Легина, которая случилась в начале ноября, президент тоже с дальней дистанции угрожал Лакшме Миталу, находясь в октаву. Владимир Николаевич, ну да, к сожалению, вот эта череда трагедий на корметкомбинате продолжается. И в прошлом году угрожал также и премьер-министр, по-моему, 10 ноября он тоже делал такие намеки, что, возможно, произойдет смена собственника на корметкомбинате. Но в этом году какая-то реакция действительно особая. И тут и премьер-министр туда поехал, а в прошлом году, по-моему, никого из руководства правительства не было. В последние годы туда даже министр не ездил. Да, да. Ну, я помню, читал, это ноябрь 21-го года, когда Юрий Ильин, тогда министр МЧС, он, как, наверное, председатель комиссии по установлению причин аварии, он что-то ездил и какие-то заявления делал. Но, судя по тому, как сейчас активность зашевелилась, да, есть такая мысль, сомнение, что, возможно, какое-то решение действительно принято, о какой-то продаже, поэтому сейчас все навалились на это. Но должна ли быть это обязательно продажа кому-то, особенно там российской компании, я думаю, это пока всего лишь на уровне слухов, то никаких официальных объявлений пока об этом не было. Все-таки какое-то объявление было, сделал его министр финансов. Но я вот хотел бы уточнить, поверили ли вы в искренность, чисто человеческую, со стороны президента и премьера, по поводу и трагедии, и возмущения действиями владельца, который, несмотря на все свои обещания, не вкладывался в технику безопасности? Ну, сложно сказать, они же политики, да. У политиков, видимо, эмоции или там вот это человеческое переживание, наверное, не на первом месте. По большому счету, пять смертей этого года, наверное, ничем не отличается от тех же пяти смертей прошлого года. В 2021 году? Да, там, по-моему, 41 шахтер погиб в одной аварии, когда сам Миттл приезжал на эту аварию, да. В прошлом году еще четверо металлуллов погибли в июне. Поэтому я думаю, что там, наверное, представители власти все же движут не эмоции, не переживания, а, видимо, уже какое-то решение принято о судьбе самого комбината. И поэтому сейчас показывается вот такой уровень высоких заинтересованностей, сопереживания, которое должно как бы послужить основанием для принятия достаточно резких мер. Поэтому, ну, я не думаю, что политики такого уровня должны руководствовать эмоции. Я помню, что в прошлом году фонд Евгей Кайтару проводил отдельную пресс-конференцию, которая была посвящена Лакшиме Миттулу. И затем в сериале «Как расхищали Казахстан» вышел также отдельный эпизод, который мы показали на канале «Гиперболей», тоже посвященный ему же. Вы традиционно обращались к руководству страны по поводу Миттла и руководителям силовых органов. Скажите, вот какой был ответ? Да, ответ, ну, такой, свойство нашей бюрократии. Вот получили один ответ мы от Генеральной прокуратуры, где говорит, да, это было продано. Мы тогда поднимали вопрос как раз о возврате комбината собственного государства, республики Казахстан. Вот ничего об этом не сказано. Затем был ответ от комитета госдоходов уже Карагандинской области и, ну, от департамента этого комитета, да, где также говорится, да, они платят налоги, где-то что-то там штрафуем, где-то какие-то мелкие нарушения допускаются, но никто тогда не хотел отвечать именно о судьбе самого комбината. Более того, уже мы не только это по Карагандинской области комбината, мы также обращались по предприятиям Казахмыска Казминерлс, получили ответ, что все прекрасно, все обязательства исполняются, республика Казахстан также сторонница добросовестной исполнения договорных обязательств, и никто никому никаких претензий не имеет. Вот такая была позиция официально наших властей. Хотя вопрос о возврате этого комбината обратно на роду Казахстана, он стоит давно, я лично об этом написал первый раз 25 ноября 2021 года, после той аварии, когда Ильиницем занимался. Но, видимо, наши власти до вот такого решения дошли сейчас. Я надеюсь, что с этого пути уже свернуть не удастся. Должен признать, что отторжение и неприятие Миттелла, оно очень многих журналистов, активистов и шахтеров как бы ослепило. И все думали только о том, лишь бы не было его, как будто все потом само собой наладится. И где-то на периферии остался вопрос, а что дальше потом будет с комбинатом? Честно говоря, я тоже поддался некоторому этому ослеплению. И вот 22 августа министр финансов, он же заместитель премьер-министра Ерлан Джамоубаев, сделал, на мой взгляд, сенсационное заявление. Я процитирую его. «Политическое решение, я думаю, есть», сказал министр, отвечая на вопрос о возможной передаче активов компании «Северсталь». Этим вопросом занимается непосредственно первый заместитель премьер-министра Роман Скляр. Жамоубаев не подтвердил, что покупателем будет именно «Северсталь», поскольку некоторые журналисты вопрос превратили в ответ. Но он и не опроверг Жамоубаев эту информацию. Но если это действительно будет «Северсталь», да и любой другой металлургический крупный комбинат российский, то вот в случае «Северстали» и сам Алексей Мордашов, и его компания с июня прошлого года находятся под санкциями США. Это что, значит, казахстанская магнитка будет работать на Россию вообще и на войну в частности? Я не знаю, почему кто-то определил, что должен купить именно «Северсталь». «Северсталь» — это одна из российских металлургических компаний. У нее объем за 2022 год состоял 10 миллионов 700 тысяч тонн. Это побольше, чем наш корметкомбинат. Но относительно, куда пойдет наша продукция с корметкомбината, если они станут собственниками, я не думаю, что это пойдет в Россию. Они попали под санкции не только США, но и Евросоюза. И до этих санкций треть доходов «Северсталь» составляли доходы от продажи на европейском рынке. Видимо, они хотят сейчас этим заместить. Вот кормят комбинат. Ну, понимаете, в чем дело? Действительно, когда объявили, когда стало похоже, что могут кормет сейчас отобрать у Миттелла, все стали писать, а кому теперь? Я, в принципе, не согласен с этим подходом. Да, комбинат должен быть возвращен. Должен быть возвращен нашему государству, из-за Казахстана. И мы его не должны никому продавать. Это один из хребтов нашей отечественной экономики. Не должны мы его никому отдавать. Объясню, почему. Да, станет вопрос, куда продукцию делать. Посмотрите, уже никому, ни для кого секрета нет. И Кибасу случился, и в Ридере, и Петропавловске. За эти 30 лет у нас вся инфраструктура пришла просто, ну, не знаю даже, как это назвать. Полный знание. Да, полный знание всего. Получается, индустриализация Казахстана началась примерно в 40-х годах прошлого века, да? И 50 лет шла вот эта индустриализация, строительство всего. Вот отмечали 30-летие ухода Димаша Ахмедович Кунаева, да? И ходили тексты о том, сколько было городов построено, сколько было заводов. И это все, это активы, это инфраструктура, да? Сейчас все пришло негодно. Страна стоит перед мощнейшей модернизацией, реновацией всего того, что было создано за советский период. Это огромные объемы, труб, стройматериалов. В общем, Казахстан будет нуждаться в металлопродукции ближайшие, ну, как минимум, там, лет 10-20. Это в один год не произойдет. И нам не надо никуда этот комбинат отдавать. Мы хотим, у нас вот очень много таких людей, кто хотят расписаться в собственном бессилии, да? Что мы якобы не справимся. Справимся мы. Есть в стране кадры, у нас 20 миллионов населения. Мы никому его не должны продавать. Я вот анализировал сейчас мировой рынок черной металлургии. Почти 5% этого рынка занимает Южная Корея, у которой нет ресурсов, нет сырья. Ну, они смогли создать производство по черной металлургии. Они занимают, ну, 5% рынка достаточно большой объем. Мы даже десятку не входим. По итогам 22-го года Украина, ну, все знают, что был Сазовсталь в прошлом году, да? Криворожсталь, так куда бедно работала. Она же Митталу принадлежит. Да. При этом Украина занимает 1% мирового рынка. Нас рядом нету. Тогда как у нас есть все возможности занять действительно одну из лидирующих позиций на мировом рынке. Как поступить по уму в случае ухода Миттала? Я думаю, надо будет его возвращать, но зависит будет, наверное, от условий переговоров с ним, да? А это может быть такой жесткий развод. В отношении Лакшми Миттала должно быть возбуждено уголовное дело за мошенничество. Лакшми Митталу дал обязательства нашему правительству в начале нулевых годов удвоен. Я уже даже не рассматриваю вопрос самой приватизации. Там была куча нарушений закона, да? В 17 ноября 95-го года было постановление правительства, которому был предложен приложен контракт о купле-продаже к армедкомбинату Лакшми Митталу только на английском языке. Никто не знал, правительство подписало это постановление, продали. Там ясно, это прямая коррупционная сделка. Прямая. В начале нулевых он обещает 7 миллиардов долларов и удвоит объем производства. Получает огромное количество льгот и преференций. Во всем электричество, железнодорожные тарифы, где может правительство повлиять, он на все получил скидки. Не выполняет. Уже начинаются 10-е годы, он обещает построить новый комбинат Тиммертал за 12 миллиардов долларов. Опять же, огромный пакет льгот и преференций. Затем, чуть позже, был скандал по экологии. Он обещал вложить более 2 миллиардов долларов в экологию. Ничего не сделал. А в 19-м году он просто вышел с этого соглашения. Надо привлечь к уголовной ответственности. Надо сноровать в порядке? Это было согласовано, естественно, с нашим правительством. Надо привлечь к уголовной ответственности и самого Миттала, и нашего госчиновника, кто это позволил сделать. И тогда будут другие козыри у нашего государства. И поведение Миттала будет совершенно другое. Это же реальное мошенничество, это уголовное преступление. Сколько он получил льгот, сколько он недоплатил Казахстану. Там не только бюджет, это и тому, кто поставляет электроэнергию, кто перевозит ему продукцию по железной дороге, по всем остальным. И нужно с Митталом разговаривать с позиций силы. Продолжим про Миттала. Вряд ли стоит ждать, что он и уйдет завтра, и даже в этом году, и кормец сразу будет продан россиянам. Я процентирую, что пишет юрист Ержан Гесимханов. Арселор Миттал любит и умеет судиться с развивающимися странами. Только за последние 10 лет они судились с Египтом, с Боснией и Герцеговиной, с индийским штатом Гуджарат, с профсоюзами Тринидада и Тобаго. И кейсы там были такие же. В развивающихся странах эта компания всегда ведет себя одинаково и судами ее не напугать. Эти суды могут затянуться на годы и чтобы ускорить процесс руководства нашей страны может просто выставить ему отступные, которые его устроят. Ведь он выжил из караметов все, что мог. И я думаю, что он не окажется от того, чтобы перед уходом не выжить еще по максимуму. За согласие уйти. что вы думаете о том? У него огромная империя. Арселур Митал это черная металлургия сегодня первая компания в мире. 96 миллионов тонн по-моему годовой объем производства. И китайская компания рядом не стоят. Следующая позиция несколько десятков миллионов тонн ниже. Но действительно он себя ведет по-хамски в развивающих странах. В Алжире он просто все бросил. Выкачил все, что можно было и просто бросил. Но есть во-первых примеры когда с ним поступили достаточно жестко и поставили его в те рамки в которых он должен был быть. Это Франция. Когда французский министр заявил, что не нужен нам такой инвестор. до свидания. Одна сторона. Это все зависит от того какую позицию займет правительство. Я вам еще раз говорю у нас есть все основания возбуждения уголовного дела. Теперь ситуация сегодня на рынке она для него непростая. В газете Financial Times в конце прошлого эта информация объем падения производства Митова по 2022 году в Европе порядка 17%. Теперь по Украине понятно что там происходит. в других европейских странах с этого года с прошлого года очень дорогой газ который основной там энергоноситель и на рынках ситуация непростая и я не думаю что у него так много козырей но все зависит от того как грамотно построить этот переговорный процесс то что он должен уйти вот в сети ходит депутатский запрос депутат тогда Альберто это издеваться над нашей страной над нашим народом над теми людьми кто там работает он должен уйти обязательно я уже устал говорить в выпусках про Лакшми Миттала что он ведет себя абсолютно зеркально как ведут себя власти по отношению к своему народу и перефразируя Назарбаева скажу где я вам найду 20 миллионов французов чтобы от него потребовали ну почему он побежает в кейсах с развивающимися именно странами подчеркивает юризм потому что как власть относится к собственным людям вот так и он относится то есть люди и для него и для властей расходный материал к сожалению это так как правило в развивающих странах правительство более подвержены коррупции он видимо находит с ними общий язык да и что дает в результате возможно сплевать на интересы тех кто там трудится ну у нас вроде бы уже ситуация дозрела до того что дальше терпеть невозможно половина вот уже в последнее время писали всех смертельных случаев на предприятиях митва приходится на казахстан там уже более 100 человек погибло их могло бы не быть если бы техника безопасности была на должном уровне в нее просто отказываются вкладываться да тоже Олег Гусев вот это вообще это один из наших национальных героев Олег Гусев да вот я его статьи сегодня опять поднимал смотрел там была лаборатория дефектоскопии на карбинкомбинате которая проверяла где может быть авария да надо было предупредить провести ремонт на работы митва просто это закрыл вот это и есть отношение вот к нашим гражданам которые трудятся на него вот в этом кейсе митва в казахстане есть одна фигура умолчания про которую все как бы знают но в слух о ней не говорят я имею ввиду бывшего президента казахстана Насултана Назарбаева который и продал в середине девяностых годов лакшми митталу кормит своего альма-матреси может так за бесценок напомним зрителям что он обошелся ему 225 миллионов долларов в 10 раз меньше чем криворож сталь примерно и он выплачивал эти деньги за счет производимой продукции то есть не своим неживым своим кэшем да вот в течение 4 лет отдельными траншами он выплатил тем что производил в то время кормет и еще как любит повторять Булат Мукишич Абилов что Лакшми Миттал признался в интервью BBC что он еще вошел на взятки в 100 миллионов долларов в Казахстан как вы думаете Назарбаев влиял все эти годы на то чтобы Митталу все сходило с рук Владимир Николаевич хотел уточнить Криворужсталь был продан Митталу больше чем 20 раз стоимостью 4 миллиарда 800 миллионов долларов здесь 25 миллионов да в том что Нурсултан Назарбаев создавал эти тепличные условия для Миттала у меня нет никаких сомнений вот я вам только что сказал что постановлению правительства о продаже кормет комбината был предложен контракт только на английском языке и это надо было понимать какой уровень был который дал команду поэтому я не сомневаюсь что он к этому причастен более того там не только Миттал сказал а вот его менеджер Йоханна Ситар он также подтвердил что значительная сумма была выполнена в Казахстане я думаю это была прямая взятка а у Назарбаева сохранялся свой интерес все эти годы я не могу об этом утвердить не сказать у меня нет документов подтверждающих но это его родной комбинат карагандинская область для него не чужая оттуда какой скажем так шел вой плач этих вдов осиротевших детей я уверен до него это доходило тем удивительное то что Миттал делать там все что хотел все что хотел я думаю это мог только позволить только с разрешения одного человека у нас в стране вот поэтому я не сомневаюсь что это не без его участия все вот это вот поведение у вас есть какая-либо информация о том имеет ли сейчас Назарбаев влияние на этот процесс нет у меня такой информации ну по каким-то может быть косвенным признакам что вы можете сказать сложно сказать у меня такой информации нет но действительно то что в прошлом году действующий президент с премьер-министром как говорится попытались наехать на Миттал он пообещал вроде миллиард долларов и все на этом как бы рассосалось а люди продолжали дальше гибнуть да и сейчас очередной вот такой случай ну возможно там какой-то сдерживающий механизм есть и я не исключаю что это Назарбаев как должно быть по уму если напрямую не продавать скажем в Россию а тут российский вектор очевиден что должно быть аукцион или возвращение государству кормят после ухода Миттал смотрите вот я вижу как бы три варианта да первое это то на чем я стою это комбинат должен быть возвращен и он не должен быть никому продан никому в начале 90 вот это красивая сказка что невидимая рука рынка организует все сама государство плохой собственник государство плохой менеджер мы лишились народ Казахстана всех своих основных активов они все оказались в руках непонятно кого мы как нация способны с этим справиться я вот вам еще раз страна стоит перед глубочайшей модернизацией в котором потребуется продукции черной металлургии очень много мы способны освоить вот это все сами но если вдруг будет принято решение продавать то это не должно быть продажа под столом какого-то российского бизнесмена да тогда должен быть открытый аукцион либо открытый конкурс где должны принять участие все заинтересованы в этом лице мировой рынок черной металлургии где-то порядка 300 миллиардов долларов да и там присутствует огромное количество компаний не тысячи но сотни и мы должны в этом случае привыкнуть но я противник продаж и третий вариант я думаю это наверное какой-то мягкий развод с металом он сегодня обеспечивает рынки продаж для начала он должен вернуть 51 процент нашему государству должны управлять правительственно назначенные менеджеры и дальше поставить график не знаю от трех до пяти лет примерно в течение которого металл будет под угрозой предъявления уголовных обвинений металл будет обеспечить нам рынки продаж но постепенно мы будем уходить у себя налаживать производство следующие переделы и с доведением доли государства до 100% кормит кабинет предлагаю посмотреть на вот эту проблему продажи активов чуть пошире вот возможная покупка российским кабинетом казахстанской магнитки это раз затем 22 августа прошли общественное слушание по строительству аэс поселке улькен на месте будущей площадки то есть там даже не обсуждался проект а было просто обсуждение как бы быть аэс или не быть хотя там заранее понятно что 100% жителей за потому что это для них единственный свет в окошке они всю жизнь живут в этой разрухе и вот этот мираж отельной станции для них постоянно маячит и постоянно отходит дальше это два продажа тому же аэс должна строиться возможно есть консорциум с четырьмя иностранными компаниями французская китайская южнокорейская и росатом то есть участие росатома которые пока не под санкциями тоже вероятно затем три это продажа тому же росатому казахстанского премиального уранового месторождения буденовская хлебановым и анисимовым росатому за пару миллиардов долларов и наконец 19 августа казманогаз объявил что процедуры по продаже лукойлу половины нефтяного месторождения коломкас море и хазар находятся до финальной стадии наверняка вы сможете продолжить список этих активов казахстанских которые продаются в россию и либо список проектов с участием россиян разум салтавич вам не кажется эта политика планомерной и целенаправленной в том что в нашей мультивекторности так оклеп и усилился именно северный вектор российский кажется вы их перечислили более того были в прошлом году публикации что Тимур Кулебаев хотел продать конкур локомотив по половине российскому бизнесу вы еще как-то мне задавали вопрос в связи с санкциями с войной насколько это сейчас говорите металл и кормет комбината тоже могут пойти на войну у меня по этому вопросу своя шкала ценностей и она не зависит от того идет война где-то или не идет объясню что это я имею ввиду в данном случае я допустим с пониманием отношусь к действиям Абульхайрхана первой половине 18 века надо было спасать нацию надо было чтобы не вырезали ни с той ни с другой стороны полетти на определенный союз цель достигнута мы сегодня как Казахстан существуем я склоняю голову перед алашардинцами Алиханом Букиханом Ахметом Байтусум и особенно перед Алимханом Ермековым которые смогли отстоять нашей нынешней границей в 20-м году когда они добились эти границы мы только теряем не так много но все равно у нас есть потери эти границы и сегодня уже 30 лет когда мы являемся независимым самим заходить обратно в статус колонии я считаю что недопустимо мы сами в состоянии справиться более того что касается продажи Буденновского месторождения кодекса недр и недропользования статья 40 44 45 требует того чтобы это все было согласовано властями получается дали добро но есть наверное самое большое как бы вот этим вещам препятствие это в прошлом году состоялся референдум статью 6 Конституцию восстановили норму Конституции 93-го года что земля и ее недра принадлежат народу государство сказал а и не говорит б нет механизма каким образом народ будет реализовывать свое право собственника у нас как уходили эти недра получается так и уходят если еще этот станет по Казмоногазу месторождение уходит я этого не понимаю и мы вот как фонд требуем возврата наверное это где-нибудь порядка 10 компаний тут Кармет Кабинат Казахмос Казминерлс Евразийская группа Казцинк еще ряд других я считаю что чтобы построить новую страну все эти предприятия должны быть государственной собственности должна быть реально новая экономическая политика мы не можем отдадим завтра северстали и так нас превратили сырьевой придаток мы останемся нам будет еще хуже относительно будущего развития этих предприятий я думаю никто будет не будет к ним относиться желанием создать там новые рабочие места новые следующие сложные переделы производства будет только одно желание выкачать сырье что вот неоколонизм наверное самый нежелательный вот сейчас в какой ситуации хотелось бы оказаться да я грешным делом подумал что вот в оптовой продаже казахстанских активов в Россию и заключается новая экономическая модель которую президент Укаев анонсировал 9 августа находясь на экипостовской ТЭЦ что вот в этой модели скажите может принципиально нового потому что я напомню что год назад в самом начале послания которое президент зачитает вот снова 1 сентября о прошлогоднем он уже заявил о новой экономической политике НЭП это была самая первая глава вот тот НЭП и вот эта новая модель они будут иметь друг к другу какое-то отношение в Экипостузе президент действительно сказал много разных вещей там была в том числе высказана претензия к отечественным экономистам не названным не названным да я думаю что право на эту претензию иметь он имеет их действительно сказать но только тем кому сегодня платят зарплату это заместитель руководителя администрации президента по экономике это агентство Аспир да руководителем по-моему бывший министр экономики это министерство экономики и плюс есть два института у нас это институт экономики академии и институт экономических исследований при министерстве экономики вот вот эти люди получают зарплату за новые экономические идеи экономические советы предложения плюс высший совет по реформам в том числе я уже не беру все руководство правительства вот этих людей если не устраивать никто же президент не мешает уволит просто уволит это одна сторона вторая сторона в прошлом году была объявлена новой экономической политики потом ходил документ среди экономистов чтобы дали какие-то замечания по-моему документ назывался доктрина новой экономической политики это был пустой документ в котором не содержалось ничего и чего сейчас от этих людей ожидают сложно мне сказать понимаете как тут же вопрос вот у вас недавно был парень относительно экономики да Удоса Масадпаева тоже один из молодых ребят экономистов давал интервью я так полагаю там вот есть такой основной вопрос философии да там есть один основной вопрос это роль государства в организации экономической жизни того или иного общества есть либералы монетаристы может там неолибералы сейчас называют есть так называемые кинсианцы если те за минимальное участие государства в каких случаях государство просто не участвует просто получает свои откаты ни во что не лезут да в каких случаях наоборот там выстраивают внешние параметры какие-то там таргетирования определяют что-то еще опять же не лезут да но я не думаю что какие-то из них являются вечными все зависит от конкретного исторического момента да сегодня страна нуждается именно вот кинсианском подходе это государство на себя должно взять основную роль в наших экономических преобразованиях поставить такую задачу а ну что мало государства я знаю что вы к рынку относитесь так к большим подозрениям Розун Сантаевич но государство и так у нас экономика находится в постели со слоном с государством его больше чем надо оно контролирует больше половины экономики та же бесполезная со мной казана которая является вообще искусственным наростом у нас нацкомпании демонстрируют такие нефтяная казманогаз убытки демонстрируют но это же все создано для участия так называемых государства для расхищения бюджета Владимир Николаевич есть у нас две большие проблемы одна проблема это огромная пропасть да между узкой кучкой богатых людей вот за эти 30 лет сформировались да и огромная нищенствующая часть нашего общества и этот разрыв растет вот государство в чем должно здесь проявить нужно менять систему налогообложения нужно переходить в прогрессивной системе в шкале налогообложения да не должно быть вот такого большого разрыва мы либо придем трущобам либо придем гражданской войне одна сторона другая большая проблема это огромная импортозависимость нашей экономики если мы эту проблему не решили да бесполезно на пенсию откладывать на обучение детей откладывать на собственное здоровье откладывать даже на похороны откладывать бесполезно потому что когда у нас сегодня основной индикатор получается это обменный курс нашей валюты вот он скачет соответственно инфляция растет это можно решить только создав новые рабочие места в стране организовать производство которое позволит решить вот эту импортозависимость смотрите почему у населения сейчас огромная закредитованность населения почему доходы не растут потому что нет не создаются новых рабочих мест которые требуют более высокой квалификации более высокой квалификации позволяет получить более высокие доходы уже можно и детей воспитывать на здоровье откладывать и мир посмотреть ничего этого не делается у нас вот корпорация казахмос почему мы требуем возврата государству потому что то что было создано трудами в течение десятилетия наших граждан сегодня дошли до того что просто мы продаем руду и концентрат казахстан получается не знаю осознанно неосознанно отказывается от создания рабочих мест где требуется инженерная квалификация мы размываем национальный инженерный корпус я говорю именно об этом вот вернутся вот эти предприятия государства сейчас я надеюсь в течение трех-пяти лет станет основной национальной идеей это возврат активов вопрос только в том как используют эти деньги сейчас хотят их раздать на строительство школ нельзя надо создать производство строительных материалов и отделочных материалов плюс металлопродукция плюс кабельная продукция мы это можем все организовать внутри страны если мы начнем все производить здесь вы понимаете у нас потребности иностранной валюте на сколько упадут у нас курс будет стабильный инфляция вот такого скачущей не будет и это должно организовать государство я с вами не буду полемизировать тем более что вот в интервью с Тимуром Сакеновым с экономистом я обещал представлять другие точки зрения по поводу новой экономической модели вообще такая дискуссия по именно экономической модели Казахстана на ее запрос есть на нее собрать вместе экономистов я конечно это буду делать периодически на канале но это должен быть большой форум экономистов почему президент должен это решать единолично какой будет новая экономическая модель Казахстана решать будучи не самым известным в мире экономистом то есть как дипломат от Сидея Касым Жаман Кемельевич в кулуарах аккорды это все решается почему не вынести это на широкое обсуждение я еще подчеркну у нас же послание обычно говорит о задачах страны на будущее я не помню чтобы хоть раз проанализировалось бы предыдущее предыдущее как вы думаете послание которое будет 1 сентября президент скажет хоть слово об новой экономической политике о которой он говорил год назад о том что он будет о новой экономической политике модели он уже объявил об этом скажет о том что было в прошлом году я думаю в прошлом году заявлено было но сама политика новой экономической она не появилась теперь смотрите относительно вот этих дискуссий где-то наверное до начала нулевых вот бывало правительства проходили совещания приглашали экономистов выслушивали с кем-то соглашались с кем-то нет но учет мнений был но вот дальнейший сам политический режим когда начали везде закручивают гайки сегодня получается как президент может сказать руководство правительства или кто-то из министров что-то по экономике кто этим занимается любое мнение сказанное из общества оно воспринимается как мнение оппозиционное и у тех кто сегодня на госслужбе автоматом возникает негативное отношение к этому нельзя с этим соглашаться нельзя с этим даже обсуждать да вот это все и вот вот эту атмосферу создал не знаю как старый Казахстан да я приветствую вот это желание собрать людей и выслушать у нас в конце 20 миллионов населения я думаю мы наверное собственную жизнь как наладить должны решать сами за это время у нас сколько этих булашакеров обучилось да со старого поколения люди еще остались да люди получили образование лучших университетов мира и наверное мы как нация способны собраться и вместе решить что нам как жить дальше не отдавать это на откуп аспир аспир да сегодня агент называется с каким-то пустым документом ходит уже второй год аспирин его называют вы точно подметили что отторжение во власти вызывает не просто оппонирующее мнение из общества а любое любое а любое мнение любое самостоятельное мнение то есть тем самым власть как будто некий водораздел между обществом и собою то есть только мы знаем думает они как правильно хотя обосрались столько раз сколько просто невозможно себе представить буквально на каждом шагу и в каждой сфере и каждый год это доказывает нет все равно давлеет вот эта патология собственной правоты и не правоты общества понимаете как вы сейчас мы только что говорили по кормить комбинату продавать или не продавать завтра если дай бог мы вернем там казах мы с казмиром опять встанет вопрос а кому дальше надо отдать мы страна 20 миллионов я еще раз повторяюсь мы сами в состоянии с этим справиться нам не обязательно искать доброго дядю за пределами нашей страны и говорится политическое решение уже есть никакого совета с народом политическое решение уже есть я надеюсь что это политическое решение о возврате кормит комбината но не о продаже прямо сейчас российскому капиталу ну в таком случае мы ждем конкретных официальных комментариев от правительства где были бы расставлены все точки а не некие догадки которые высказывает министр финансов хоть он и заместил премьер-министра снова к теме возврата капиталов на прошлой неделе некоторые СМИ процитировали телеграм-канал Казахстан и все-все-все который написал вот что Карят Боранбаев предложил вернуть государству больше 600 миллиардов тенге эти деньги пойдут в бюджет и будут потрачены на нужные страны возможно на строительство школ если на школы то 100 школ новых будет больших на 1200 мест издание Улыс Медиа пишет еще больше Боранбаев возвращает активы государству на сумму около полутора миллиардов долларов со ссылкой на некий источник в то же время СМИ напоминает что Карят Саветаевич последний раз был в списке Форбс Казахстан позапрошлом году тогда его состояние оценивалось в 590 миллионов долларов и говорят что немножко не хватает я отправил текст который вот вам сейчас зачитал адвокату Кайрата Боранбаева Данияру Канафину в день когда мы с вами беседуем и получил от него комментарий который насколько я понял дал ему лично сам Боранбаев потому что он мне написал после как он сказал свидание с клиентом я его дословно воспроизведу уважаемый Вадим Николаевич прошу все вопросы по обстоятельствам процессуального соглашения по делу Боранбаева КС направить в органы прокуратуры заявление со стороны защиты будет сделано в дальнейшем по мере необходимости спасибо за вашу заинтересованность с уважением и так далее в прокуратуру я обратиться не успел и вряд ли бы они ответили в тот же день ко времени нашей беседы я думаю не ответил да ну давайте скажем так отрешимся от того сколько именно он вернул как вы считаете дело Боранбаева оно показательное для кандидатов на возврат активов это своего рода такой алгоритм по которому ну олигархи крупные бизнесмены связанные с семьей должны возвращать государству нажитое за его счет добро по схеме свобода в обмен на активы хорошая схема свобода в обмен на активы да но я знаете как относительно цифр да действительно тут наверное в Форбсе показывается не все хотя с другой стороны вы говорите это было полтора года назад за это время могло и возрасти это же цифры я поясню насчет Форбса журналисты работают тщательно и они пользуются информацией которая предоставляет сам фигурант сам член этого списка то есть активы по которым он платит налоги но я думаю прокуратура пока само соглашение не будет подписано не утверждено судом наверное вам тоже эту информацию не даст если суд это утвердит возможно достоянием общественности хотя законе возврата активов предусмотрели так что этот реестр будет закрытой и почему-то предусмотрели такой способ что оно не будет оглашаться кто как и сколько да да ну первоначальным проектом реестр должен был быть открытый а теперь по принятому закону он не будет широкой доступности возможно это временно да теперь подождите на это я хотел бы обратить внимание особое то есть весь этот возврат будет проходить по схеме шито-крыто как все делалось в старом Казахстане ну видите как в самом законе заложен как бы предусмотрен принцип гласности доступности для общественности всего этого процесса но я точно помню что изначально в проекте был такой что реестр будет открытым уже принятым варианте он таковым не является в таком случае я не вижу вообще ни одного препятствия для того чтобы вот благородный посыл возврата активов не стал очередным обманом и чтобы этот возврат не превратился просто в банальный передел собственности Владимир Николаевич я не думаю что удастся вот так прямо все закрыть вот тот случай по Бурамбаеву люди уже пишут нигде официально нету 600 ли там миллиардов тенге полтора ли миллиарда долларов недостоверное ну станет оно достоянием общественности теперь что касается вот этого алгоритма свобода в обмен на эти активы понимаете я вот не сторонник чтобы там всех и там подряд сажали если на человеке нет крови человеческой слез человеческих какого-то там жесткого благодаря связям с семьей рейдерского захвата чужого бизнеса лишил других людей источник существования а вы таких не найдете людей с большими деньгами без всех этих грехов которые вы пересислить вы таких не найдете ангела там нет и кровь человеческую то все что угодно сидеть тогда должны если это есть и если есть кому писать заявление тогда нельзя купить индульгенцию если а именно это и предлагается если совершил преступления насильственные отобрали у кого-то при этом применяли в отношении кого-то силу за это люди должны быть наказаны я вот думаю как бы авторы вот этой схемы возврата активов не насмотрелись вот вашего сериала как расхищали Казахстан я хорошо запомнил там был эпизод когда одному африканскому диктатору на условиях возврата основной части его награбленного имущества оставили ну допустим условно миллиард долларов вот живи на это а все остальное уходят по-моему они решили что это перспективная дебютная идея нет я думаю создана будет эта комиссия там должны быть представители в том числе общественности я думаю что все равно мы как общество должны добиваться открытости этого процесса да и дарить кому-то миллиард долларов из ста наворованных нельзя люди должны опуститься на землю я не требую что они на троллейбус ездили на работу но наворованное должно быть отвращено вы всегда исходите из идеальных практик и из идеалистических позиций да вот и как бы из здравого смысла тоже вот я же исхожу из наших казахстанских реалий меня очень насторожила вот для меня новость была что этот реестр будет закрытый и очень остороживает то что государство так держится так закоктилось вот в эту секретность понимаете вот то есть продолжается все то же самое если им нечего скрывать то есть добрые люди они не скрывают ничего они все показывают да не Вадим Николаевич возвращаться будет обязательно это наворованное там о добрых людях речь не идет почему выбрали такой режим ну мы направили да там предложение почти там можно сказать по важным статьям этого закона депутаты пообещали что не успеваем времени мало сейчас надо принять закон запустить механизм уже осенью ближе к концу года все это будет обработано переработано и будут внесены изменения я надеюсь что мы будем добираться открытости я в это не верю и в участие общественности в этой комиссии я не верю фонд Евгей Кайтору на пушечный выстрел вот год с лишним со дня создания его не подпускали к целому процессу а делались только вот отписками которые вы постоянно цитируете согласен но я считаю что все равно у нас да нет там каких-то близких отношений с властью да но гражданского все равно этот вопрос поднимает все пишут да добились как-то может быть с минимальным нашим участием да принятие закона закон принят будут созданы соответствующие механизмы он все равно плохо хорошо будет работать и начнется процесс это очень важно плохо или хорошо хорошо если деньги вернутся государству да в бюджет плохо если деньги пойдут на обогащение других новых голодных которые пришли вместе с Токаевым и я уверен почти что вот именно этим курсом и пойдет право применения вот этого закона понимаете мы не должны какими-то путями вот эту информацию добывать да не через инсайды значит не через какие-то хакеры она должна быть доступна мы не должны просить умолять органы власти сделать это доступным они обязаны это сделать раз уж президент заявил чуть ли не мейнстрим своей политики чуть ли не как национальную идею зачем национальную идею реализовать втихаря вопрос большой Вадим Николаевич здесь знаете самая главная проблема да помните я опубликовал свой проект да возврата да и я исходил из того это же такое же скажем так судьбоносное такое решение для всей страны принять закон о возврате активов надо было поставить диагноз почему мы к этому пришли и этим диагнозом определить узурпацию власти Назарбаева если бы мы это признали тогда мы дальше должны были принять меры чтобы не допустить того чего вы сейчас опасаетесь в результате вот этой вот подпольного возврата активов да что были одни хозяева окажутся другие не исключен такой вариант а страна от этой болезни не вылечилась потому что по тем же самоактивам просто принимаются политические решения без всякого совета с народом потому что не поставлен диагноз это был тот случай когда нам нужен был собственный нюрнерский процесс ну не пошли на это ну видимо уже не это поколение политиков придут как бы будем надеяться да как бы следующее поколение тогда они не судили бы вместе нынешне да не хотелось хотя бы и постфактум продолжение интервью с Розавой Ержановым смотрите в ближайшие дни а пока не забудьте подписаться на канал гиперболин если почему-то еще не успели этого сделать нажимайте на колокольчик будете все время получать уведомления о каждом нашем новом выпуске ставьте лайки пишите комменты делайте репосты и я всегда благодарен вам за вашу поддержку и финансовую и моральную Ковкоп Рахмет огромное всем спасибо мы делаем гиперболей вместе да надо послать проще простого на номер телефона на номера банковских карт халык и Каспий Голд на Каспий Пэй вы видите QR-код который вы сканируете с помощью мобильного приложения Каспий а зарубежные подписчики могут нас поддержать по системе перевода в ПэйПал а я с вами на этом ненадолго прощаюсь сау Бонус Дар а ну давай давай поискорееей оцени новый выпуск на гиперболей гри-гри-гри гиперболей гри-гри-гри это супер гри-гри гри-гри луни гри 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 вы видите